Мы вылетаем из столицы Центральной Африканской Республики Банги в город Буар, расположен недалеко от границы с Камеруном. Это, кстати, наш самолет. Нам сообщили, что район, куда мы направляемся, по большей части подконтролен правительству, но там еще остаются группировки повстанцев, которые скрываются в джунглях и время от времени нападают на конвои и блокпосты. Эта страна выглядит мирной, но только если смотреть с воздуха. Нестабильность в Царь сохраняется со времен обретения независимости от Франции в 1960 году. Всего несколько месяцев назад ситуация в очередной раз обострилась, когда более десятка вооруженных группировок объединились и взяли курс на Банги. Они попытались захватить столицу и свергнуть правительство. Итак, мы на месте. И хотя ранее повстанцы потерпели серьезное поражение, в некоторых районах страны по-прежнему сохраняются вполне реальные угрозы, поэтому было совершенно необходимо, чтобы нас сопровождала вооруженная охрана. Когда мы ехали на местную военную базу, люди смотрели на нас с подозрениями. Здесь действуют местные боевики, и они любят устраивать засады на военные конвои вроде нашего. Крайний раз нападение на колонну как раз было вот в этом районе. Тоже из Кустова там обстреляли из гранатомета, там из подстольного гранатомета, с автомата, но никуда не попали. Некоторую безопасность чувствуешь только по прибытии на территорию базы, где размещены местные военные вместе с их российскими инструкторами. Но даже этот объект подвергся нападению всего 4 месяца назад. В 2018 году правительство ЦАР контролировало лишь небольшую часть страны. На остальной территории хозяйничали жестокие полевые командиры и их группировки. Тогда президент страны Фастен Аркан Штуадера попросил Россию о помощи. С одобрения Совета безопасности ООН Москва начала направлять туда легкое вооружение и инструкторов для подготовки военных. Это помогло переломить ход событий. Теперь, по сообщениям правительства, оно контролирует более 90% территории. Сколько российских инструкторов сейчас находится в ЦАР? На данный момент в ЦАР находится 535 инструкторов. Эти люди имеют право делать что? Только обучать, а не открывать огонь имеют право? Нет, они огонь открывать не имеют. Если какой-то момент, значит не будет угрожать их жизни. Только если в российских инструкторах первыми стреляют, тогда они могут отвечать? Они должны защищать себя. Российские инструкторы, работающие в ЦАР, уже не относятся к вооруженным силам России, но, несомненно, обладают богатым военным опытом. Из соображений безопасности они не хотят, чтобы их личности раскрыли и не называют своих настоящих имен. Одна из задач, которые россияне выполняют здесь во взаимодействии с местными вооруженными силами – сопровождение гражданских конвоев. Нам бы была редкая возможность наблюдать их работу вблизи. Сейчас мы направляемся по так называемой «дороге жизни» на границу с Камеруном, чтобы посмотреть, как там формируются колонны, которые, собственно, почему «дорога жизни» называется. Потому что все снабжение страны продовольствием и различными бытовыми товарами идет в основном по этой дороге. Нам разрешили остановиться лишь на короткое время, но люди из охраны были постоянно на чеку. Оттесненные в джунгли боевики организуют вылазки, ища оставленные без присмотра автомобили и забирая все, что попадается им на пути. Два солдата, какая-то хлипкая постройка, костер и старый ковер на деревянной ограде – вот, собственно, и все, что мы обнаружили на блокпосту, призванном устрашать врагов. Полиция здесь тоже не выглядит серьезно и внушительно, по крайней мере в той деревне, где мы побывали. Неудивительно, что такое впечатление сложилось и у боевиков. Признаки российского присутствия налицо. В местном полицейском участке мы нашли листок бумаги с записями на русском языке и средства от малярии. Приезжие страдают от тропических заболеваний сильнее, чем коренное население. В последнее время между военными царами и их российскими инструкторами идет очень плотное взаимодействие. Ведь в сельской глуши им зачастую приходится делить друг с другом кровь и еду. Нам удалось взять интервью у полевого командира, он был лидером одной из группировок, которая воевала против правительственных сил, но затем перешла на их сторону. Вот как этот человек выглядел в прошлом, а вот какой он сейчас. Господин Хесен, должен сказать, вы совсем не похожи на бывшего командира вооруженного формирования. А приходилось ли вам убивать собственноручно? В отличие от Абдуллая Хесена, ставшего советником президента, многие командиры боевиков еще не согласились сложить оружие. Мы наконец добрались до границы с Камероном. Здесь находится российский блокпост, который выглядит куда более надежнее, чем все, что попадалось нам до этого. По сути, это опорный пункт, где из прибывающих крузовиков формируются конвои, после чего их сопровождают вглубь территории. Мы сейчас пересаживаемся в другой автомобиль, тоже пуленепробиваемый, а здесь, в задней части салона, есть автомат. Нас предупредили, что этот отрезок пути может быть опасным. Я сидел на пассажирском месте рядом с водителем, подкуривал сигарету, и через моего водителя пуля пролетела прям под носом вот так вот. Конвой добрался до военной базы к концу дня. В этот раз сообщения о происшествиях не поступало. Давайте покажу, где мы будем ночевать, потому что это что-то с чем-то. Тут много оружия и боеприпасов, вот чей-то пистолет. Этого человека знают под позывным Граник. Он провел в этой стране уже почти год. У его кровати использованная капельница. С ее помощью Граник лечит малярию, который недавно заразился. Как бы вы объяснили, кто такой воин-интернационалист? Ну, это тот человек, который помогает другим народам в трудной ситуации, когда люди нуждаются в защите. Сегодня мы полетим дальше в лес, чтобы увидеть... Да, давайте. Чтобы увидеть золотой прииск и деревню, которая недавно была отвоевана у боевиков. Как бы странно это ни звучало, но в ЦАР на самом деле богатые запасы минералов и драгоценных металлов. Однако для этой страны такое богатство стало одновременно благословением и проклятием. Пока мы летели над джунглями, рядом со мной лежали ручные гранаты. Экипаж берет их на случай, если с земли начнут стрелять, чтобы было чем отпугнуть стрелков. Мы добрались в целости и сохранности. Как видите, нас встречают здесь всей деревней. Перед нами совершенно типичное для ЦАР поселение. Бедное и опустошенное. Людям здесь не хватает таких предметов первой необходимости, как одежда или еда. И они мало что видели из внешнего мира. С тех пор, как эту деревню освободили, не прошло и месяца. Этот мужчина говорит, что боевики убили его отца за отказ отдать им деньги. Но вообще, надо сказать, что у этих людей отбирать особо-то и нечего. Когда русские пришли, что русские делали здесь, в деревне? Как русские с вами обращаются? Русские вас обижали? Нет, все нормально. Дальше лететь мы не можем, придется сменить транспорт. На этих мотоциклах мы поедем дальше в джунгли, до Золотого Прииска. Это наши попутчики, местные военные. Привет, ребята. Дорогу к Прииску освободили чуть больше месяца назад. Иногда повстанцы возвращаются сюда посреди ночи и закладывают мины в надежде подорвать какой-нибудь военный автомобиль и завладеть оружием и боеприпасами. Мы только что проехали мимо автомобиля, который подорвался на мине. А как мы знаем, что тут дальше мин нет? Смотрим, глаза на двумя. Поступило предупреждение от местных жителей, которые прошлой ночью заметили на этой дороге вооруженных людей. Военные решили внимательно проверить, не оставили ли они на этом участке взрывные устройства. Так, останавливаемся. Там что-то есть. Впереди... Впереди обнаружена мина. Боже мой, настоящая мина. Нажимное устройство. Это... Но она... Настоящая, да? Сам детонат. Да, мина настоящая противотанка. Берегисского производства. Сейчас они эту мину уничтожат, так что нам надо отойти. Конечно, возникает вопрос, откуда у местных полевых командиров берется такое оружие. Зато понятно, откуда у них берутся деньги. Мы приехали в селение, где живут люди, которые добывают золото на прииске. Такое впечатление, что тут никого нет. Местные жители сначала спрятались. Они все еще боятся вооруженных людей. Здешние повстанцы заставляли их работать на золотых приисках в качестве рабов. И убивали тех, кто отказывался это делать или был слишком обессилен, чтобы продолжать. Сейчас здесь относительно безопасно, и местные жители могут оставлять золотую руду себе. Выходит, вы богач, да? Сколько денег вы получите за такое количество золота? Проведя два дня в самых отдаленных и опасных районах ЦАР, мы, наконец, вылетели обратно в столицу, чтобы взять интервью у президента страны Фастена Арканжа Туадера. Господин президент, я должен извиниться, что явился на интервью в такой грязной обуви, но в свою защиту скажу, что мы побывали в ряде весьма неспокойных мест и посмотрели, что там происходит. Уверен, вы и так знаете, что в некоторых районах вашей страны до сих пор небезопасно. Вопрос такой, как вы собираетесь победить в этой войне? Сейчас мы имеем дело с актами агрессии со стороны Коалиции Патриотов за перемены, союза бывших вооруженных группировок, которые подписали соглашение о мире и примирении. Сегодня вооруженные силы ЦАР вместе со своими союзниками в лице Российской Федерации и Руанды начали контрнаступление с целью положить конец этой кампании по дестабилизации. Для ЦАР вопрос наращивания потенциала вооруженных сил на данный момент самый неотложный. Даже состав подразделения, занимающегося охраной президента, включает не местных, а руанских военных. Эта страна богата плодородными землями, запасами ценных ресурсов и трудолюбивыми людьми. Но чтобы все это давало результат, необходимо прекратить насилие. Константин Рожков, РТ, Центральная Африканская Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова